Дисциплина проектирования автоматических систем. Третья лекция. Особенности систем автоматизированного проектирования. Этапы проектирования средств автоматизации. Мы рассмотрим сегодня следующие вопросы. Особенности систем автоматизированного проектирования. Этапы проектирования средств автоматизации. САПР представляет собой крупные организационно-технические системы, которые состоят из комплекса средств автоматизации и проектирования, взаимосвязанного с подразделениями конкретной проектной организации. Таким образом, разработка САБР представляет собой крупную научно-техническую проблему, а ее внедрение требует значительных капиталовложений. Накопленный опыт позволяет выделить следующие основные черты систем автоматизированного проектирования и их принципиальные отличия от позадачных методов оптимизации. Первой характерной особенностью является возможность комплексного решения общей задачи проектирования, установления тесной связи между частными задачами, то есть возможность интенсивного обмена информацией и взаимодействия не только отдельных процедур, но и этапов проектирования. Например, применительно к техническому конструкторскому этапу проектирования САБР позволяет решать задачи компоновки, размещения и трассировки в тесной взаимосвязи, которая должна быть заложена в технических и программных средствах системы. Применительно к системам более высокого уровня можно говорить об установлении тесной информационной связи между схемотехническим и техническим этапами проектирования. Такие системы позволяют создавать электротехнические средства, более эффективные с точки зрения комплексов функциональных и конструкторско-технологических требований. Эта особенность базируется на двух основных принципах. САБР – иерархическая система, которая реализует комплексный подход к автоматизации всех уровней проектирования. Иерархия уровней проектирования отражается в структуре специального программного обеспечения САБР в виде иерархии подсистем. Следует особо подчеркнуть целесообразность обеспечения комплексного характера САБР, так как автоматизация и проектирование лишь на одном из уровней оказывается значительно менее эффективной, чем полная автоматизация всех уровней. Иерархическое построение относится не только к специальному программному обеспечению, но и к техническим средствам САБР, которые разделяются на центральный вычислительный комплекс и автоматизированные рабочие места проектировщиков. САБР – совокупность информационно-согласованных подсистем. Это очень важный принцип. Должен относиться не только к связям между крупными подсистемами, но и к связям между более мелкими частями подсистем. Информационная согласованность означает, что все или большинство возможных последовательностей задач проектирования обслуживаются информационно-согласованными системами. Две программы являются информационно-согласованными, если все те данные, которые представляют собой объект переработки в обеих программах, входят в числовые массивы, которые не требуют изменений при переходе от одной программы в другой. Так, информационные связи могут проявляться в том, что результаты решения одной задачи будут исходными данными для другой задачи. Если для согласования программ требуется существенная переработка общего массива с участием человека, который добавляет недостающие параметры, вручную перекомпоновывает массив или изменяет числовые значения отдельных параметров, то программы информационно не согласованы. Ручная перекомпоновка массива ведет к существенным временным задержкам, росту числа ошибок и поэтому уменьшает спрос на услуги САПР. Информационная несогласованность превращает САПР в совокупность автономных программ. При этом из-за неучета в подсистемах многих факторов, оцениваемых в других подсистемах, снижается качество проектных решений. Второе. Вторым отличием САПР является интерактивный режим проектирования, при котором осуществляется непрерывный процесс диалога человек-машина. Сколь не сложны и изощренны формальные методы проектирования, сколь невелика мощность вычислительных средств, невозможно создать сложную аппаратуру без творческого участия человека. Системы автоматизации проектирования по своему замыслу должны не заменять конструктора, а выступать мощным средством обеспечения его творческой деятельности. Третье. Третья особенность САПР заключается в возможности имитационного моделирования электротехнических систем в условиях работы, близких к реальным. Имитационное моделирование дает возможность предвидеть реакцию проектируемого объекта на самые различные возмущения, позволяет конструктору видеть плоды своего труда в действии без макетирования. Ценность этой особенности САПР заключается в том, что в большинстве случаев крайне трудно сформулировать системные критерии эффективности средств автоматизации. Эффективность связана с большим числом требований различного характера и зависит от большого числа параметров электронных систем и внешних факторов. Поэтому в сложных задачах проектирования практически невозможно формализовать процедуру поиска оптимального по критерию комплексной эффективности решения. Имитационное моделирование позволяет провести испытания различных вариантов решения и выбрать лучший, причем сделать это быстро и учесть всевозможные факторы и возмущения.